ОМТВЮА, ПРО ГОЛОВНЕ Недооценивать противника не стоит. Деньги в кредит не возьмешь? Может, надо отдельную политику кредитования того, что идет на закупку производственных мощностей? Вы правильно подчеркнули момент, я сейчас остановлюсь поподробнее на это предложение. Я ведь не склонен посвящать эту передачу прекрасную, того, что мне показалось странным в аргументации специалистов из этой прекрасной организации. Так вот, мы когда говорим с вами о том, что они нам предлагают, они предлагают нам рост ВВП от 0,5% до 1,5%. Ну, слушайте, я могу быть даже не специалистом, но я хочу, чтобы видеть свою собственную страну, развивающуюся. Я слушаю нашего президента, но он говорит о прекрасных планах, не фантастических, а реальных. И они никак не корреспондируются просто с этой цифрой 1,5% роста. Но ведь есть даже расчеты, говорящие о том, что для того, чтобы физически поддерживать инфраструктуру, производственные предприятия и так далее, нужно хотя бы обеспечить рост ВВП порядка 2%. Это безинфляция. Если есть инфляция, то гораздо больше. И причем эти цифры никак не отвечают не только нашим пожеланиям, а возможностям. Нам было сказано на встрече, что, а вот если бы мы, например, не поднимали эту ставку, не ограничивали бы возможности выпуска товаров и услуг, прямо в открытую говорится, мы ограничиваем выпуск товаров и услуг, потому что нет возможности, нет ресурсов, обеспечивающих это рост, поэтому денежная масса как бы нависает над всем этим, не хватает товаров и услуг, и отсюда рост цен. Ну, знаете, это сказка такая хорошая, но она односторонняя. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Мешают деньги у населения? Ну, выпустите облигации. Ну, ответы же все известны, но они просто за пределами вот этого зашоренного мышления. И надо просто полезно выйти на предприятие съездить, посмотреть. Вот просто выйти людям, которые принимают такие решения, и спокойненько, ножками пройти по предприятиям. Много интересного вещей. Я общаюсь с теми, кто работает, но в Ростех еще более-менее предприятия поддерживаются. Всех остальных просто убивают на корню. По оборонзаказам это даже не саботаж, это открытая диверсия. Сейчас ситуация критическая у тех, кто так или иначе связан был или напрямую с оборонзаказами, или в цепочке их тех, кто занимался оборонзаказами. Пытаются уже на Андрея Белоусова выйти, рассказать ему, что это просто капец какой-то. Сейчас из Китая такое дерьмо пошло, это просто какой-то капец. А раньше-то, в общем-то, сейчас с инструментом это просто беда. Это, не знаю, еще не улепит. И ведь особо не предъявишь никому ничего. Может, об этом говорили в свое время, 20,5 года назад, когда началась специальная операция. У многих появилась мысль, как в 2014 году. Помните, когда мы говорили про русскую весну, что, возможно, Россия встает с колен? Возможно, да. И вот он, русский мир и все остальное. И мы, наконец, ух ты, как мы, ах, после этого сколько было разочарования. У нас должны были появиться самолеты, тысячу штук, через сколько там лет. А теперь у меня возникает вопрос. А какие у нас сейчас цели, через 2,5 года, после начала специальной операции? Мы по-прежнему ставим перед собой задачу восстановления технического суверенитета? Или мы уже не ставим? Вот мы говорим, у нас ВВП растет на 3%. В том числе обрабатывающая промышленность. Слышали? Слышали. А объем продаж сельхозтехники на сколько упал в России в этом году? В разных сегментах. Там колесные трактора минус 25, минус 30%. Комбайны минус 35, 40%. Ребят, вот как-то так. Но об этом почему-то Первый канал нам не сказал. Когда вот был агросалон, его показали. Пришли там начальники, все здорово, нормально. Вот они красивые комбайны, как трактора наши, отечественные, родные. Которых мы будем покупать, наверное, но не будем, потому что денег нет. Нет денег, чтобы произвести, нет денег, чтобы купить. Минус 30%. Корпоративное кредитование, даже если корпорации сочтут возможным прийти и денег попросить, требует залогов. Залогов требуют. Так вот, сами залоги предприятий все уже выбраны. И сегодня можно кредитоваться только под залог своих корпоративных бумаг ценных. Оценка стоимости акций резко упала. Биржевая стоимость упала. Залоги обесценились у корпоративных клиентов. Если еще 2-3 года назад можно было, можно было пофантазировать о техническом суверенитете, о вариантах импортозамещения, то на 3 ближайших года даже мечту на эту тему можно поставить на паузу конкретно. Первая тема, которую хотелось бы с вами обговорить, это, конечно, трек перемовин, или таемных перемовин, как их можно назвать. Сейчас будем разбираться, про что идет мова. В общем, вот эта дипломатия второго треку между Украиной и государством-окупантом, Российской Федерации. Дидсайд, такая газета, вона пише про те, что представники Украины конфиденційно ведут перемовина с представниками країни-агресора Росією. Зокрема, такие контакты, власне, и называют дипломатию второго треку. Власне, в этой же статье идет мова про то, что, власне, ось эти перемовины, они призначены для того, чтобы намазать, проговорить, побачить, умовно говоря, рамки певного компромису. Процитую. Питание уже не в том, чи відбудутся переговори. Питание в том, коли, каким чином це відбудеться. Головне одне, Володимир Путін має бути до цього готовим. Але крім цього, не лише газета Дидсайд, а ще низка різних засобів, масоинформації, світових, відомих, написала про те, що нібито ведуться перемовини. Зокрема, йшла мова і про так званий енергетичний трек, про, власне, те, щоб не завдавати взаємних ударів по об'єктах енергетики. В той же час, давайте послухаємо позицію влади. Влади Єрмак, глава Офісу Президента, в ефірі телемарафону «Єдині новини» говорить про те, що Україна не веде жодних перемовин із Російською Федерацією. Але, але, що цікаве, посередництво Катару в енергетичних, власне, питаннях, в цьому енергетичному треку не виключається. Давайте послухаємо, що сказав Єрмак. Ці переговори точно про те, як про це пише, чи це нібито переговори України-Росії, це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки. Вона була онлайн, але таким соорганізатором був Катар. Ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка. Якщо такі домовленості будуть... План победи у Зеленського. При цьому все-таки є 4 основних пункта і один дополнительний. Річ про удары по Центральній Росії. Не перестає противник і резерви свої перебрасувати, і самоходні артиллерійські установки, і танки. Пытається перетянути через границу. Те количество, що знаходиться зараз в Курській області, ось достаточно немаленьке. Дякую за перегляд!